Здравствуйте, Михаил, ваш вопрос. В вашем городе Санкт-Петербурге проживает молодой человек именем Максим Шевченко. В ютубе он под ником Мудрая Дева, и он выпускает свои ролики о конце времен, пришествии Христа о Третьей мировой войне в точных датах. «Прошу вас, помогите мне разобраться. Может, я отстал от веры, может, и вправду ему Бог открывает, а может, демон, дух обольститель. Ибо если это дух обольститель, то он будет разваливать церковь изнутри, неокрепшие в вере и в Бога. Прошу, поясните мне, потому как вам проще на месте разобраться». Михаил, спасибо за доверие, но, в принципе, я лично не знакома с Максимом. У нас город достаточно большой, чтобы мне, так скажем, лично разобраться. И я просто хочу вам сказать, что у нас сегодня такое изобилие предложений. Но, во-первых, что вам предлагаю знать, это характеристики последнего времени, которые в Библии очень четко описаны. Второе, это то, как сказал Христос, смотрите на Смоковницу, смотрите, значит, на Израиль, что происходит там. И в таком случае у вас все встанет на свое место. Как относиться к датам? Я бы, наверное, вам скорее предложила относиться не к датам, а к сезону. Потому что это точно, вот эти события апокалиптические, да, они растянуты во времени, но такие кардинальные вещи, как последняя труба, она звучит в осенние праздники, праздник труб. Поэтому вот в данном случае то, что и Максим может говорить, и вы слышите это, да, о последнем сезоне, связанном с праздником труб, в какой год, здесь у нас есть еще несколько ориентиров, которые я вам предлагаю видеть. Это третий храм, который должен быть построен. И, в общем-то, для нас это станет таким пониманием спускового крючка. Как только нажали, то есть храм построили, то в ближайшее время тогда сядет там антихрист. И все пошло по той схеме, которая, в принципе, в Библии написана. Поэтому я предлагаю вам вот это для себя утвердить, смотреть, прочитывать, просматривать, а уже после этого слушать не только Максима и другие вещи, которые вы можете слышать. Вы разберетесь, что попадает в эту канву, что не попадает. Поэтому вам благословение, иначе, если вы будете без внутренней платформы двигаться по волнам эфира, то вы очень быстро можете быть захвачены вот в этот водоворот. А я вам желаю как раз-то твердого основания под ногами. Я ничего против сейчас не говорю про Максима, потому что я не анализирую его выступление в данный момент. Я предлагаю вам почувствовать платформу под собственными ногами, прочитав все, что связано с последним временем. А это точно надо обновить в своем сознании каждому христианину, потому что события разворачиваются стремительно. И надо понимать, какие следующие, исходя из той канвы, которая в Библии описана. Поэтому сначала читайте, потом слушайте, потом проверяйте. И таким образом будьте тверды. Всего доброго, защиты, покрова, благословения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok